Потенциальная яма и принцип чайной ложечки. Про потенциальные ямы, потенциальные барьеры довольно часто пишут. И школьникам рассказывают в популярной литературе, и даже учебникам пишут и так далее. Это общий широко распространённый из яма, потенциальная яма. Что же это такое, причём чайная ложечка? Вспомним, как вообще устроена чайная ложечка. Вот у нас есть блюдце, в этом блюдце чашка, и в этой чашке чайная ложечка. Всё это находится на столике поезда, скажем, поезд едет, важны малейшие толчки, возмущения и так далее. Но при этом чайная ложечка остаётся в чашке или в стакане. А вот если мы хотим переместить эту чайную ложечку и положить её на блюдце, то мы должны преодолеть некоторые потенциальные барьеры. Мы должны совершить работу, чтобы центр тяжести этой чайной ложечки оказался выше вот этого уровня, и только тогда чайная ложечка может оказаться на блюдце. Если до сих пор она никакого импульса не получила, достаточного импульса, чтобы преодолеть вот этот потенциальный барьер, то она там всё время и останется. Вот эту ситуацию, подобную ситуацию, обычно во всех книгах иллюстрируют таким образом. Вот не один шарик катается по какой-то замутыли, вот шарик. И вот когда он из одной точки минимума, может попасть в другую точку минимума, вот это называется потенциальная яма и потенциальный барьер. Ну вот, совсем простой пример, такая вот наклонная плоскость, тело материальное, я буду придавать ему импульс, то есть скорость, но вот он остаётся в этой яме потенциальной. Мне не хватает преодолеть потенциальный барьер. И вот только если мы придадим импульс достаточно большой, что эта точка преодолеет потенциальный барьер.